Тропическая планета, которую мы видели в трейлере к Изгою-1, наконец-то получила имя. Сайт BookManager опубликовал несколько снимков из готовящейся книги для детей по фильму Изгоя-1. Согласно отрывку из книги, строительство Звезды Смерти происходит на уединенной планете Скариф. Это красивый тропический рай, не будь на нем главной имперской военной базы. Огромные участки Земли были вырыты для строительства кораблей и снабжения Звезды Смерти. А на орбите гигантская стыковочная станция обслуживала многочисленные имперские звездные разрушители. Планету окружали непробиваемый дефлекторный щит и мощная оборона. Что ж, судя по описанию, это крайне опасное место для пребывания. И похоже, кто-то из команды повстанцев точно не вернется домой. Также появилось несколько подробностей относительно нового звездолета повстанцев Ю-Винги. Согласно книге, это хорошо вооруженный корабль, служащий как надежным транспортом для солдат, так и штурмовым кораблем Альянса Повстанцев. Корабль был разработан, чтобы с легкостью под плотным огнем доставлять солдат на поле боя, а затем осуществлять поддержку с воздуха во время опасных миссий против Империи. Как видно из описания, Ю-Винг достаточно универсальный корабль, а благодаря этой информации становится понятно, почему этого корабля не было в новой надежде. Ведь для атаки на Звезду Смерти Ю-Винг был непригоден. Будем надеяться, что в фильме покажут еще множество техники, которую мы раньше никогда не видели во вселенной Звездных Войн. Это все на сегодня. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо и да пребудет с вами Сила. До встречи.